Одно из сел около Караганды тоже в буквальном смысле утопает. Речь не о воде, вернее не только о воде. Тонут люди в грязи, застревают машины, страдает домашний скот. А все дело в том, что в прошлом году в селе Курминка начали строить водовод. Проект не завершили, хотя все необходимые средства из бюджета выделены. И асфальт остался под слоем глины. Наша съемочная группа отправилась на место, чтобы воочию убедиться в том, как получилось. Так, что блага цивилизации обернулись далеко не во благо. Ходьба в бутылках. Жители села Курминка осваивают новый способ передвижения. Ну, конечно, удобно по такой грязи. А если просто сапоги резиновые? Резиновые сапоги, вот китайские, они два дня поносил, все, рвутся. А эти сколько держатся? Это где-то на два часа, если будешь смотреть, как ходить. Ходить в бутылках, признаются жители, неудобно, но нормальную обувь жалко. В селе этой весной стало в прямом смысле ни пройти, ни проехать. Сейчас мы пришли вообще в нулевой уровень жизни. Вы посмотрите, что здесь делается. Машины проваливаются, дети падают. Все улицы по поселку, это получается у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь улиц. Восемь улиц в таком состоянии. Здесь под низом асфальт. Асфальт похоронен под толстым слоем глины. Она – результат благого дела. В прошлом году началась реконструкция сельского водовода, на что было выделено порядка 500 миллионов тенге. На водопровод выиграл тендер какой-то организации с Жизказгана. Но воду прокладывали почему-то, их не, как получать, а по нашему мнению, субпотрядчик с Чимкента. Они половину работы сделали, что-то у них не так пошло, они, видать, стройки не указали. Их убрали, пришли другие из Казларды приехали. И все, и вот дотянулось до глубокой осени. И вот они как попало, земля уже замерзала, они выкопали, потом вот этими глыбами засыпали. И как попало, закопали и уехали, и все. В итоге сейчас вот все растаяло, опять все проваливается. Притяженность водовода более 17 километров. Проект реконструкции двухлетний и в этом году, ближе к осени, его должны завершить, обещает в Акимате. Да, есть определенные проблемы, но сегодня, вчера меня откомандировали сюда. Сегодня уже вызвали генподрядчика, который занимается данными работами. И сейчас будем думать, как привести хотя бы более-менее надлежащий вид дороги. Восстановление дорог – это следующий этап улучшения инфраструктуры села. Средства в бюджете уже предусмотрены, но работы начнут лишь после окончания прокладки водовода. Главное начало с Василием Саркиным, Асландия Мизбаев, Карагандинская область, итоги дня.